Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную кофточку топик летний, ажурчатый, на девочку где-то год-два, в зависимости от размеров ребенка. На окружность груди 50 сантиметров, вот, вяжется довольно-таки легко, быстро и просто. Для вязания данной кофточки у меня ушло порядка 90 грамм пряжи, хлопка, вот, и получился вот такой замечательный топик на завязочках. Он у нас идет как маечка, то есть завязывается на плечиках, на вот таких жгутиках. Украсить его можно на свой вкус, на любое, скажем, усмотрение. В чем его плюсы? То, что он не просвечивается в районе груди и имеет вот такой ажурчатый вид по всей длине. Высота топа, не считая завязочек, от нашей кокеточки начала до самого низа обвязки где-то 28 сантиметров. Вот, сама ажурчатая часть занимает 20,5 сантиметров от линии кокетки до самого низа. И, соответственно, кокеточка, вот она у нас такая небольшая, делится на часть спинки и часть переда. Вот, конечно же, украсить вы сможете на любой вкус, как вам хочется. Можно вот в такие вот дырочки вставить ленточки атласные, можно обшить каким-то бисером, бусиночками. И, в принципе, сделать на любой размер, варьируя наборочную косичку изначальную набранную. Я набрала для окружности груди 50 сантиметров. Вы уже смотрите на свое усмотрение, на какой хотите возраст. И желательно делать в натуральную величину именно эскиз кокетки. То есть, как у вас должно, скажем, закрывать грудь и высоту, шейную часть. Обязательно это рисуйте в натуральную величину, для того, чтобы не ошибиться с расчетами. И в дальнейшем у вас получился точный и нужный размер вам. Итак, кому понравилось, конечно же, присоединяйтесь и свяжем с вами вместе. Вязать ажурную часть я буду по данной схемке. Для вязания я буду использовать пряжу фирмы Peria серия Cotton Life. Это хлопок с вискозой бирюзового цвета. Более подробно об этой пряже вы сможете посмотреть отдельно в видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Также нам понадобится крючок номер 3, ножнички и сантиметр. Для начала нам нужно набрать цепочку из воздушных петелек равной окружности груди ребенка плюс 3 сантиметра на свободное облегание. То есть 50 сантиметров окружность груди плюс 3 сантиметра на облегание. 53 сантиметра мне нужно набрать цепочку из воздушных петелек. Делаю начальную, основную воздушную петлю и набираю цепочку. Желательно в идеале, чтобы наша цепочка была не слишком тугой и не слишком свободной. Причем раппорт узора составляет 6 петелек, поэтому желательно, чтобы наша цепочка была кратной 6 петлям. Но в принципе я думаю, что это не столь важно, так как нам нужно набрать цепочку именно по сантиметрам окружности груди плюс 3. В принципе здесь вы уже ориентируетесь исходя из сантиметра. То есть берем сантиметр и измеряем цепочку. Пока я набирала цепочку, я считала количество воздушных петелек. И смотрите, у меня получилось, если быть точно, то в 53 сантиметрах 142 воздушные петли. Так как я вам говорила, что удобнее будет, если делиться будет количество воздушных петелек на 6, то есть на раппорт узора, самое ближайшее число, которое будет делиться на 6, это 144. Поэтому я с удовольствием добрала 2 петли до 144 петелек. И вот она моя воздушная цепочка изначальная готова. Теперь нам нужно наше вязание замкнуть в круг. Для этого берем цепочку и не перекручивая, вот так вот аккуратненько, находим первую воздушную нашу петельку наборочную. Вот здесь вот цепочки. И вводим в нее крючок. И начинаем замыкать вязание в круг. Продеваем сквозь 2 петли рабочую ниточку. То есть делаем соединительную петельку. И все, наше вязание в кружочек соединено. И теперь делаем 3 воздушные петли подъема, которые нам заменят первый столбик с одним накидом. Далее делаем 3 воздушные петли еще. 1, 2, 3, накид. И в петлю цепочки основания, вот здесь вот, делаем столбик с одним накидом. То есть смотрите, фактически мы в петлю соединения сделали столбик с накидом, который нам заменили, 3 воздушные петли подъема. 3 воздушные петли и второй столбик сюда же. То есть делали такую галочку, и между столбиками у нас 3 воздушные петли. Дальше пропускаем 2 петельки воздушные снизу, и в третью вяжем столбик с одним накидом. Вот сюда находим столбик. И вяжем столбик с одним накидом. Делаем 1 воздушную петлю и столбик с накидом сюда же. Вот он и есть наш раппорт одного узора. Теперь повторяем. Все время будем снизу пропускать 2 воздушные петли, и в третью делать вот такие галочки. Причем, заметьте, в одной галочке 3 воздушные петли сверху, а во второй галочке 1 воздушная петля. Повторяем. Пропускаем снизу 2 воздушные петли, в третью делаем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли и столбик с накидом сюда же. Далее снова снизу пропускаем 2 петли, в третью вяжем столбик с одним накидом. Одна теперь будет здесь воздушная петля. И столбик с накидом сюда же. Пожалуй, первый ряд это самый сложный будет, потому что это ряд распределения. Вот так мы будем повторять до конца этого ряда полностью, пропуская 2 воздушные петли снизу, в третью делать столбик, 3 воздушные петли и второй столбик сюда же. Затем снова пропускаем снизу 2 воздушные петли, в третью вяжем столбик, 1 воздушная петля и второй столбик сюда же. Вот так чередуем до конца этого ряда. И теперь в конце, смотрите, мы сделали большую арочку, скажем, из 3 воздушных петелек, и в начале ряда большую арочку из воздушных петелек. А теперь нам нужно сделать маленькую, из 1 воздушной петли, промежутки между столбиками с накидом. И вот как раз таки, благодаря тому, что я добавила 2 петельки, у меня здесь четко входит по нашему рапорту узора через 2 столбика или через 2 воздушные петли, в третий столбик, вот сюда снизу, я делаю столбик с накидом, 1 воздушная петля и столбик с накидом сюда же. То есть я четко вхожу в рапорт узора вот так вот по чередованию, маленькая арочка, большая, маленькая, большая, или галочка, как проще вам сказать. И теперь находим 3 воздушную петлю подъема, то есть как бы наш условный столбик с накидом, и делаем сюда в третью петельку соединительный столбик. Захватываем рабочую ниточку и протягиваем. Все, мы как бы замкнули наше вязание в круг. Если вы положите связанный первый ряд, то у нас он не перекручен, обратите внимание, все должно быть красиво, ровно и аккуратно. И при этом здесь у вас должно помещаться тело ребенка, обязательно. И теперь продолжаем вязать второй ряд. Для второго ряда я сейчас могу начать делать сразу же первый столбик, но для удобства я сделаю еще одну соединительную петельку под 3 воздушные петли. Сюда, прям под них, под арочку большую, сделаю соединительный столбик. И теперь нам нужно связать 6 столбиков с накидом сюда, под 3 воздушные петли предыдущего ряда. 3 воздушные петли делаем подъема, который нам заменит первый столбик, и делаем еще 5 столбиков с одним накидом. Первый столбик, сюда же второй столбик, сюда же третий столбик, четвертый, прям под воздушные петли, и пятый. То есть, если с петлями подъема, у нас уже здесь, под 3 воздушными петлями предыдущего ряда, 6 столбиков с накидом. Теперь делаем накид и находим одну воздушную петлю между столбиками в предыдущем ряду. Сюда делаем под воздушную петлю столбик с накидом, воздушная петля, и столбик с накидом сюда же. То есть, такую же галочку, как и в предыдущем ряду. Затем снова делаем накид и находим 3 воздушные петли между столбиками предыдущего ряда. Сюда мы, как и в первый раз, сделаем 6 столбиков с накидом. Первый столбик, второй столбик с накидом, третий, четвертый, пятый, и шестой. И снова находим одну воздушную петлю между столбиками предыдущего ряда. Сюда делаем столбик с накидом, одна воздушная петля и столбик с накидом сюда же. Мы сейчас с вами связали два рапорта узора. Под 3 воздушные петли вяжем 6 столбиков с накидом под одну воздушную петлю между столбиками предыдущего ряда. Вяжем такой же орнамент. Столбик, воздушная петля и второй столбик сюда же. Снова 6 столбиков под 3 воздушные петли и под одну воздушную петлю два столбика, между которыми одна воздушная петля. Вот так чередуем до самого конца второго ряда. Довязали до конца второго ряда чередования веерочков и вот таких галочек в промежутке. И у нас должно получиться вот такое вязание. В конце ряда у нас галочка и мы должны соединить вязание вот этому веерочку. Находим 4 петельку, то есть 3 петли подъема, заменившие нам первый столбик. Находим над первым столбиком петельку и делаем сюда соединительный столбик. Почему мы сделали не в третью петельку подъема? Для того, чтобы нам делать не так много соединительных столбиков, нам нужно попасть в центр веерочка. То есть отсчитываем первые три столбика и вторые три столбика и вот он наш центр. Нам сюда нужно добраться. Поэтому делаем по вершине переход соединительным столбиком в следующую петлю и под центр, то есть не в петелечку, а под, прям между тремя первыми столбиками и тремя вторыми, делаем сюда в центр соединительный столбик Или соединительную петельку. Вот, посмотрите, мы такими соединительными столбиками добрались до центра. Три столбика здесь и три столбика здесь над веерочком. И теперь мы будем продолжать делать третий ряд точно так же, как делали первый. То есть поднимаемся на три воздушные петли вверх, заменившие нам первый столбик. Затем снова три воздушные петли. И делая накид, вот здесь вот в эту же вершинку веерочка, делаем столбик с накидом. То есть точно так же, как мы с вами делали в первом ряду. Теперь дальше делаем накид и находим следующую вот здесь вот галочку с воздушной петлей в центре. Вот под нее вводим крючок и делаем первый столбик, одна воздушная петля, второй столбик сюда же. То есть, как вы видите, повторили рапорт первого ряда. Снова делаем накид, находим центр, под три вот эти вот столбика с одной и с другой стороны вводим крючок и вяжем столбик, три воздушные петли и столбик сюда же в верхушку нашего веерочка. Делаем накид, находим воздушную петлю между столбиками второй галочки и вяжем столбик с накидом, воздушная петля и второй столбик с накидом сюда же. Вот мы связали два рапорта узора. Повторяем. Накид, верхушечку веерочка по центру между тремя столбиками первыми и вторыми, вяжем столбик с накидом, три воздушные петли и столбик с накидом сюда же. Первая часть рапорта. Накид, под петлю, вот сюда нашей второй галочки маленькой, делаем столбик, одна воздушная петля и второй столбик сюда же. Фактически мы повторяем все то же самое, что делали в первом ряду. Посмотрите, над маленькой вот такой вот галочкой с одной воздушной петлей по центру мы так и продолжаем делать галочку с одной воздушной петлей. А галочка из трех воздушных петелек по центру, вот это наша арочка, под которую мы в следующем ряду будем вязать такие же 6 столбиков, как и во втором ряду. То есть все точно так же повторяется. Повторяем, делаем накид, ныряем в центр, вот сюда прям под центр веерочка. И вяжем столбик, 3 воздушные петли, которые послужат нам арочкой в следующем ряду. И второй столбик сюда же. Под эти 3 воздушные петли мы точно так же продолжим вязать арочку. А дальше делаем маленькую галочку. Под воздушную петлю между столбиками предыдущего ряда вяжем столбик, воздушная петля, столбик. То есть промежуток так и остается столбик, воздушная петля, столбик. Вот что у нас должно получиться при вязании третьего ряда. Вот так чередуем до конца. Конец третьего ряда также заканчивается маленькой галочкой с одной воздушной петлей между столбиками. А дальше у нас идут 3 воздушные петли подъема в начале ряда. И мы в третью петельку подъема делаем соединительный столбик. То есть завершаем третий ряд. И посмотрите, у нас абсолютно не видно того момента, где мы соединение делаем. И точно так же делаем соединительный столбик под 3 воздушные петли. И 3 воздушные петли делаем дальше подъема, которые нам заменяют первый столбик, как сделали здесь. И продолжаем вязать еще 5 столбиков с накидом. То есть наш веерочек. 1, 2, 3, 4 и 5. То есть всего у нас получилось так же 6 столбиков с накидом, как сделали и вот здесь. Наш веерочек готов. Приступаем к провязыванию маленькой галочки. Под воздушную петлю предыдущего ряда между столбиками вяжем столбик, воздушная петля и еще один столбик сюда же. То есть все, как мы вязали до этого. Посмотрите, веерочек, галочка. Теперь снова под 3 воздушные петли вяжем веерочек из 6 столбиков с 1 накидом. Первый столбик, сюда же второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Дальше делаем галочку. Под воздушную петлю между столбиками вяжем столбик, воздушная петля, столбик. То есть над галочкой из столбика воздушная петля, столбик, на следующем, скажем, в следующем ряду, над этим столбиком петля, столбик, точно так же будем делать галочку. А над веерочками делаем веерочки через ряд. Ряд формируем вот такие вот арочки. И под 3 воздушные петли, чередующиеся с галочками, будем вязать в следующем ряду веерочки. То есть вот так вот у нас должен получиться узорчик. В следующем ряду, как и в первом, как и в третьем, мы делали вот здесь над веерочком в центре такую вот галочку с тремя воздушными петельками, так и будем делать в следующем ряду. То есть каждый нечетный ряд, первый, третий, пятый, седьмой и так далее, будем делать вот такой ряд, как, посмотрите, вот предыдущие делали. Формировать галочки и арочки для веерочков в каждом четном ряду, таком, как втором, четвертом, шестом, восьмом и так далее. Вот из таких очень простых, я считаю, двух рядочков и состоит наш узорчик. Дальше мы точно так же продолжаем вязать по 6 столбиков с накидом под 3 воздушные петли предыдущего ряда между столбиками. И маленькие галочки с одной воздушной петлей по центру будем вязать, чередуя с веерочками. И опять же таки в следующем ряду делаем ряд просто с галочками, побольше, поменьше, побольше, поменьше. Как бы формируем место там, где будем вывязывать веерочки. Заканчивать ряд точно так же мы будем, как вот здесь вот мы заканчивали второй ряд, то есть третью петлю подъема, соединительный столбик после вот такой маленькой галочки с одной воздушной петлей по центру между двумя столбиками. Я думаю, что здесь тоже проблем у вас не должно возникнуть. Центр ровно находите между тремя первыми и тремя вторыми столбиками. Вот оно на нас центр. Сюда вводите крючок и делаете галочку побольше. Единственное, что делаете соединительный столбик в четвертую петлю, а не в третью подъема. Вот здесь я вам скажу, будет лучше, если делать четвертую. Тогда вам нужно будет еще два раза сделать соединительный столбик для того, чтобы попасть в центр. То есть как мы делали в начале третьего вот этого ряда с галочками. Вот. А так, в принципе, все точно так же. Можете даже включить видео там, где мы с вами провязывали второй ряд. Точно так же мы будем вязать сейчас и четвертый ряд. Как вязали первый и третий ряд, так будем вязать дальше уже по счету пятый ряд. Вот. Я думаю, что здесь ничего абсолютно сложного. Ориентируйтесь по узорчику, по схемке, которую я вам дала. Вот. А так, в принципе, все очень легко и просто, как вы видите. Подошли к завершению вязания четвертого ряда. Теперь делаем четвертую петлю, то есть над первым столбиком петелька делаем сюда соединительный столбик. Не в третью петлю подъема я буду делать, а для того, чтобы, сделав еще два соединительных столбика, попасть вот в центр нашего веерка. Теперь поднимаемся на три воздушные петли подъема, замещающие нам первый столбик по центру. Затем делаем три воздушные петли. Это, скажем так, подготовительный нечетный ряд для того, чтобы вывязывать под три воздушные петли в следующем ряду вот такие веерочки. Теперь делаем накид и под центр снова делаем второй столбик с накидом. Теперь делаем накид и вывязываем маленькую галочку столбик, воздушная петля, столбик, как мы делали все предыдущие ряды. То есть здесь это неизменно. Далее снова накид и находим центр между тремя столбиками с одной и с другой стороны. И вяжем столбик, три воздушные петли, делаем арочку и возвращаемся, вяжем второй столбик сюда же. Эта арочка послужит нам для вывязывания в следующем ряду вот такого веерочка из шести столбиков. Снова накид, под галочку вяжем, столбик, воздушная петля, столбик. В следующем ряду под эту воздушную петлю мы так и будем вывязывать столбик, воздушная петля, столбик. Я думаю, что здесь вам останется все понятно и вы без проблем сможете дальше продолжить вязание юбочки в ажурной части топа. Точно так же в конце ряда здесь третью воздушную петлю подъема делает соединительный столбик. В принципе, чтобы не запутаться, можете каждый раз третью воздушную петлю делать соединение. Но тогда вам придется на один соединительный столбик делать больше для того, чтобы дойти до центра веерочка при вывязывании каждого четного ряда. То есть там, где у вас веерочки, вот здесь вам нужно будет делать подготовительный нечетный ряд в центр, делая в начале ряда четыре соединительных столбика, а не три, как я это делаю сейчас. Там, где у вас галочки с воздушной одной петлей, так они и остаются галочки с одной воздушной петлей. Мы с вами связали полных четыре ряда, начали пятый ряд и два полных рапорта высоту. То есть вот эти два ряда, как вы видите, каждый раз будут чередоваться одинаково на протяжении вывязывания вот такой красивой ажурной части топа. Провязав 15 рядочков, я предлагаю вам в 16 ряду сделать небольшое расширение для нашего топика. То есть сделать как бы такую небольшую клеш ближе к центру низа, то есть ближе к центру ажурчика нашего. И в 16 ряду, там где у нас чередование четного ряда идет веерок-галочка, 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 то у нас сейчас добавятся две петли в каждом из рапортов узора. То есть делали переход с соединительным столбиком под три воздушные петли первой арочки ряда. И теперь, как всегда, делаем три воздушные петли подъема и еще пять столбиков с накидом под три воздушные петли. Один, второй столбик, третий, четвертый и пятый столбик. То есть в общей сумме у нас с тремя петлями подъема шесть столбиков, как обычно. Теперь добавляем одну воздушную петлю после веерочка и под воздушную петлю галочки вяжем снова такую же галочку. Столбик, воздушная петля и второй столбик с накидом сюда же. И снова делаем воздушную петлю. Вот он наш рапорт узора. То есть, как вы видите, добавилась воздушная петля перед галочкой и после. И повторяем. Шесть столбиков с накидом под три воздушные петли предыдущего ряда. Один, два, три, четыре, пять и шесть. Сделали веерочек. Теперь делаем одну воздушную петлю и вяжем галочку под воздушную петлю предыдущего ряда. Столбик, воздушная петля и еще один столбик сюда же с накидом. И снова делаем воздушную петлю. То есть, запомните, что сейчас мы добавили между галочками нашими с одной и с другой стороны будет воздушная петля. То есть, веерочек, воздушная петля, галочка, воздушная петля. И вот так вот, благодаря нашим двум воздушным петлям в каждом рапорте, слегка увеличится, скажем, ширина нашей красивой ажурной части. Так я провяжу еще буквально несколько рядочков. Изменения будут лишь только в четных рядах. То есть, вокруг наших галочек будет по воздушной петле. Ряд подготовительный, который мы делаем, ряд вот этих арочек, которые в следующем ряду в четном вяжем веерочки, остается пока без изменения. Он достаточно растянутый, в принципе. И благодаря только лишь вот этому изменению пойдет расширение. Я связала с 16 по 20 ряд уже с измененными нашими воздушными петельками в рапорте узора. И теперь, начиная с 21 ряда, добавляю еще в подготовительном ряду, там, где мы делаем арочки для веерочков следующего ряда. То есть, в каждом нечетном ряду мы сейчас будем добавлять также воздушные петельки. То есть, сделали в четвертую петлю над первым столбиком соединительный столбик. То есть, как бы замкнули наш 20 ряд. И переходим снова соединительными столбиками, как обычно, до центра веерочка. И теперь поднимаемся на 3 воздушные петли подъема, замещающие нам первый столбик с накидом. Затем 3 воздушные петли еще промежуточные для арочки. И возвращаемся в петлю основания цепочки и делаем столбик с накидом. То есть, все как обычно. А теперь делаем между первым, вот здесь вот нашим орнаментом, и вторым 2 воздушные петли. Затем в галочку под воздушную петлю предыдущего ряда между столбиками делаем снова такую же галочку. Столбик, воздушная петля и второй столбик сюда же. Затем снова делаем 2 воздушные петли. То есть, перед и после галочки мы будем теперь делать по 2 воздушные петли. Повторяем. В центр между веерочками делаем столбик, 3 воздушные петли и второй столбик сюда же. Затем 2 воздушные петли перед маленькой галочкой. Делаем маленькую галочку из столбика воздушная петля и столбик с накидом сюда же под воздушную петлю. И снова 2 воздушные петли. Вот мы с вами связали 2 рапорта узора. При этом в следующем ряду, ряду с веерочками, мы будем также делать по 1 воздушной петле между веерочком и галочкой маленькой. То есть, как добавляли вот в предыдущих рядах. Это в 16 и 18 и 20. То есть, получилось 16 мы с вами сделали, 18 и 20, 3 четных ряда. Сейчас в нечетном мы добавили 2 воздушные петли с одной и с другой стороны маленькой галочки, та полосочка из галочек, которая тянется изначально между веерочками. И теперь все, в принципе, вот эти изменения я буду продолжать, пока не закончу вязать полностью всю высоту ажурной части нашего топика. Я закончила вязать высоту ажурной части в 12 рядочков. И последний ряд это у меня четный ряд, там где мы обвязывали ряд с веерочками и чередование галочкой веерочек. Теперь я закрепляюсь в третью воздушную петлю подъема, не в четвертую, как я всегда делала, а в третью. То есть, для того, чтобы оказаться над первым столбиком из 6 столбиков веерочком. Вот он у нас, этот столбик первый и я у его макушки. Теперь я начну обвязывать ряд, делать с пиком. Для этого я делаю 3 воздушные петли подъема, нахожу петлю основания цепочки, ввожу сюда крючок и закрепляю соединительным столбиком или соединительной петлей. У меня получается вот такая вот, как бы узелочек, это раньше называли, такая вот петелька. Теперь в следующую петлю делаю столбик без накида. И дальше снова 3 воздушные петли подъема. Возвращаюсь в петлю основания сквозь 2 стеночки, захватываю и делаю соединительный столбик или соединительную петельку. У меня получился второй вот такой узелочек. В следующую петельку я снова делаю столбик без накида и поднимаюсь на 3 петли воздушные подъема. Затем возвращаюсь в 2 петельки сквозь 2 петли основания, вот так вот. Я закрепляюсь и делаю соединительный столбик. У меня получилось 3 узелочка. Снова в следующую петельку делаю столбик без накида, поднимаюсь на 3 воздушные петли подъема. И возвращаюсь соединительным столбиком сквозь 2 петельки. У меня получается вот такой четвертый узелок. Снова делаю столбик без накида, пико, 3 воздушные петли подъема. Соединяюсь соединительным столбиком сквозь 2 петельки. И снова делаю столбик без накида, под воздушную петлю, промежуточную между веерочком и вот этим орнаментом галочкой. У меня получилась вот такая красивая обвязочка. Вот соединительный столбик, ой, под воздушную петлю предыдущего ряда я не буду делать пико, поэтому соединяюсь под следующую воздушную петлю уже в галочке. Теперь делаю 3 воздушные петли подъема и в петлю основания делаю соединение. Все, получилось у меня вот такой снова узелочек. И под воздушную петлю за столбиком промежуточную я делаю столбик без накида. У меня получилось столбик без накида в промежутке, там где была воздушная петля, нет вот такого узелка на макушке. И над вот этим орнаментом у меня всего лишь один узелочек. Теперь снова делаю столбик без накида под следующую петлю над первым столбиком. Посмотрите, у меня всего один узелок над орнаментом, а лишь теперь над первым столбиком я буду делать снова узелок. Три воздушные петли подъема и соединяюсь петлей основания вот так вот под две петли. Под следующую петельку делаю столбик без накида и снова три воздушные петли подъема. Соединяюсь соединительным столбиком сквозь две петельки. Вот так. Следующую петельку столбик без накида, три воздушные петли подъема и соединяюсь по две петельки соединительным столбиком. И вот что у нас, смотрите, получается. Уже три узелочка над вторым веерочком. Снова столбик без накида, три воздушные петли подъема, делаем пико и столбик без накида под следующую петельку. Три воздушные петли подъема, соединительный столбик, сделали узелочек и под следующую петельку делаем столбик без накида. Снова делаем три воздушные петли подъема и соединяемся петелькой пико. Соединительным столбиком и под воздушную петлю перед орнаментом, вот она наша промежуточная, я делаю просто столбик без накида. Еще один столбик без накида уже между столбиками, вот сюда в нашу галочку, затем делаю пико, 3 воздушные петли подъема возвращаю, соединение делаю под 2 петли и под следующую воздушную петлю уже за пределами галочки в промежутке делаю столбик без накида, затем столбик без накида над первым столбиком и начинаю делать пико. То есть смотрите, там где у нас промежуточные воздушные петли мы пико не делаем, а лишь дойдя до первого столбика веерочка начинаем делать пико, а над орнаментами у нас всего по одному узелочку, посмотрите. Вот так я буду обвязывать до самого конца ряда. Кто не знает, как обвязывать пико, и я непонятно, если кому-то может объяснила, посмотрите, есть отдельное видео в ютубе и просто знайте, что над орнаментом веерочка у нас должно быть по 6 узелочков. Вот они наши 6 узелочков. И над орнаментом галочки у нас всего 1 узелочек, вот так. И точно так же здесь у нас будет, так как 6 столбиков, будет 6 узелочков, над орнаментом 1 узелочек, 6 узелочков, 1 узелочек. Там, где воздушные промежуточные петли, мы просто делаем столбики без накида, никаких пико мы здесь не делаем. В конце обвязывания пико над орнаментом мы сделали последний узелочек и по последней воздушной петельке сделали столбик без накида. Теперь смотрите, над первым веерочком у нас было всего лишь 5 узелочков пико сверху. Нам нужно сделать 6, так как везде у нас по 6. И чтобы это как бы не отвлекало наши потом в дальнейшем приноски зрения, то я предлагаю вам его все-таки добавить. В принципе, этого тоже можно не делать. Можно сделать просто соединительный столбик и по мере, посмотрите, вот таких узелочков, это не будет как бы видно. Но я все-таки доделаю, я в третью петлю подъема вот сюда сделаю еще один пико. То есть смотрите, можно сделать столбик без накида, 3 воздушные петли подъема и вернуться, сделать соединительный столбик, то есть пико. Вот она наша получилась шестая часть, скажем так, в пико. И еще раз вернуться сюда же в третью петлю подъема и сделать соединительный столбик. Я уже отрезала ниточку, как вы видите. То есть просто мы доделали этот шестой узелок. И теперь нам лишь останется отрезать ниточку и спрятать вот этот краешек ниточки сквозь вязание. Желательно это сделать вот здесь вот в ряду, где столбики без накида, из которых мы вывязывали узелки. Вот, желательно вот сюда вденьте ниточку в иголочку и спрячьте. Все, у нас завершенный обвязочный край. Больше ничего здесь снизу я делать не буду. Можно, конечно, по желанию сделать обвязывание другим цветом, но я вот так вот оставляю. И теперь смотрим. Я сделала полных 12 рапортов в высоту, 24 рядочка и у меня вместилось 12 полных рапортов в высоту. Что получилось? Благодаря нашему расширению у нас низ немножечко такой вот волной взялся. Это так и должно быть, все хорошо. И теперь нам нужно обвязать, как бы вот этот наборочный наш край, наборочную косичку столбиками без накида. В принципе, можно было бы обвязать точно так же начинать, где мы сделали соединение ряда. То есть, вот она наша посерединке, по центру сзади сторона. Но я начну не с этого момента, а начну где-то сбоку. Смотрите, вот эта часть, сторона задняя, пусть она так и будет. Чтобы потом не делать лишний раз присоединение для того, чтобы сделать переднюю либо заднюю сторону, вот, я буду делать сразу сбоку. Если я поделю общее количество рапортов на две стороны, у меня получается 12 с одной стороны рапортов и 12 с другой стороны. То есть, всего 24 рапорта. Я отступаю один рапорт сбоку с одной стороны, второй рапорт сбоку с другой стороны. И вот где-то либо с одной стороны можно начать, либо с другой стороны. Вот я начну, пожалуй, с левого края. Отступив один рапорт, я вот здесь начну делать присоединение и обвяжу полностью по кругу столбиками без накида вот эту всю наборочную нашу изначальную косичку. Итак, после того, как мы отрезали ниточку рабочую, берем, делаем начальную петельку, отступаем один рапорт сбоку, берем нашу галочку между веерочками и над ней я делаю первый, вот здесь вот присоединение и первый столбик без накида. Продели рабочую ниточку, сделали одну закрепительную воздушную петельку подъема и теперь начинаем в каждую абсолютно петлю делать по столбику без накида. Я параллельно буду завязывать вот эти наши ниточки, краешки ниточек, которые делали присоединение вот этой нашей ниточки рабочей. Теперь я буду завязывать вот этот краешек ниточки, то есть параллельно тому, как я буду вязать первый ряд столбиков без накида, я буду прятать все хвостики, чтобы в дальнейшем мне не нужно было их заправлять. И просто я обвязываю столбиками без накида по кругу, то есть по всей окружности груди. Мне сейчас нужно просто обвязать нашу цепочку столбиками без накида. Дообвязывали до конца ряда, последний столбик я сделаю там, где у нас петля подъема и соединительный столбик. Все, завершили, конец ряда сделали. Теперь делаем 3 воздушные петли подъема, которые нам заменят первый столбик с накидом. Дальше в петлю основания делаем второй столбик с накидом. И дальше делаем в каждую последующую петельку по одному столбику 2 раза. То есть всего мы с вами сделали 4 столбика с накидом. Посмотрите, благодаря тому, что мы сделали в петлю основания воздушной цепочки второй столбик, то у нас получилось без зазорчика очень красиво подряд связанные 4 столбика с накидом. Теперь делаем 2 воздушные петли, снизу пропускаем 2 петельки и в третью делаем столбик с накидом. И еще 3 столбика с накидом в последующие 3 петли. 1, 2 и 3. И снова 2 воздушные петли. Этот ряд мы с вами свяжем чередованием 4 столбика с накидом 2 воздушные петли. Снизу 2 пропустили и снова 4 столбика 2 воздушные петли. Пропускаем снизу 2 петельки 2 столбика без накида и снова делаем 4 столбика с накидом подряд. Снова 2 воздушные петли. То есть вот так я буду чередовать 4 столбика 2 воздушные петли до конца этого ряда. И у нас получатся вот такие красивые дырочки, которые в дальнейшем вы сможете для украшения топа красиво вставить атласную ленточку. Либо же просто они у вас как бы пойдут отделением кокеточки от ажурного вот такого красивого связанного низа топа. Вот. Итак, продолжаем делать до самого конца ряда. Причем у вас должно остаться также здесь вот пару петелек снизу, где вы сделаете сверху 2 воздушные петли и в третью петлю подъема соединительный столбик для того, чтобы завершить ряд круговую. В конце столбиков делаем 2 воздушные петли и в третью петлю подъема соединительный столбик. Даже если у вас снизу осталась одна петелька, абсолютно ничего страшного. Сделали вот такую вот обвязочку. И все. Теперь нам нужно сделать такой же ряд, как делали перед этим. Просто в каждую петельку по столбику с накидом. Там, где у нас 2 воздушные петли, можно не именно в петельке делать по столбику, а просто под вот эту арочку из 2 воздушных петелек по 2 столбика без накида. Сначала делаем воздушную петлю подъема в начале ряда и начинаем делать в каждую петельку по столбику без накида. Сначала в петлю основания воздушной петли подъема и затем в абсолютно в каждую петельку делаем по столбику без накида. Вот сделали над 4 столбиками 4 столбика. И теперь можно делать именно в петельке по столбику без накида, а можно делать под петельки. То есть здесь уже вы смотрите сами по своему, скажем, усмотрению. Вот. И дальше продолжаем обвязывать до самого конца ряда, как бы закрепляем вот эти, скажем, дырочки и с верхней, и с нижней стороны. Вот, посмотрите, как у нас должно получиться в итоге. То есть начало и, скажем, конец дырочек как бы получается обвязаны. В общем, обвязываем до самого конца ряда. Обвязали до конца ряда столбиками без накида, делали соединительный столбик и все. Теперь привытаскиваю я ниточку и откладываю наше связанное полотно немножечко в сторону. Теперь берем в руки листик и ручку. И нам нужно сделать небольшую вот такую схемку в натуральную величину нашей кокеточки ребеночка. В идеале лучше бы измерить, сколько же сантиметров у вас, скажем, должна быть ширина кокетки. При этом ширина должна быть уже, чем связанное полотно, для того, чтобы вам, скажем, ручкам ребенку не мешало, здесь вот, ну, скажем, чтобы было не тесно. Вот, то есть у меня это 18 сантиметров, при том, что окружность груди ребенка 50 сантиметров. Вот, и высота, скажем так, сверху, там, где подшейная часть, 10 сантиметров. Высота кокеточки у меня 8 сантиметров. То есть вот так, если вы приложите к вашему связанному полотну, вот такая получается трапеция. Причем спинка у меня будет немножечко шире, чем передняя часть. Вот где-то по сантиметру я добавлю на спинку каждую часть. Почему? Потому что я хочу, чтобы у меня спинка была немножечко шире. И при том, что у нас будут с верхней стороны, вот здесь вот нашей трапеции, зауженной части завязочки, то при завязывании именно этих завязочек на плечах не должны соприкасаться спинка и перед ребенка. То есть у вас должна быть такая вот неширокая часть кокетки. Если у вас, допустим, размер топика на больший, то есть на больший размер ребеночка, к примеру, 7-8 лет, то, соответственно, смотрите, здесь нижняя часть не должна быть шире, чем 21 сантиметр. Вот здесь не более, чем 10 сантиметров. И точно так же здесь не более, чем 12 сантиметров. Почему? Потому что, в принципе, это топ. Он не должен слишком быть такой, скажем, навязчивый. Он должен быть как маечка. При этом не должен стеснять движение. Здесь у вас под мышками ребенка должно обязательно быть пространство. Вот, чтобы не мешало. И опять же таки повторюсь, чтобы при завязывании на плечах завязочек не должны соприкасаться и перед, и спинка кокетки. Вот, исходя из таких небольших расчетов, я и буду дальше продолжать вязать, скажем, кокеточку для топа. Вот, желательно померить на ребенке. Сделать вот такой небольшой образец, натуральную величину. Именно схемку себе такую вот нарисовать. И по ней уже ориентироваться, насколько вам нужно сужать или расширять кокетку. Вот, я закончила, как вы помните, вязать, не довязывая один рапорт сбоку. И точно так же, с другой стороны, я буду не довязывать один рапорт узора. Это у меня сторона спинки. То есть, вот он наш начало, конец рядом. Вот, вот она передняя наша сторона. На передней стороне я буду немножечко уже делать. Вот, на спинке плюс один сантиметр, то есть 19 сантиметров я должна буду здесь сделать. Плюс, обратите внимание, что у нас будет еще такая же самая обвязочка пико на кокеточке. Поэтому еще плюс где-то сантиметр добавит вам вот эта обвязка узелками. Вот, теперь, закончив наше обвязывание столбиками без накида соединительным столбиком, я еще перейду раз соединительным столбиком в следующую петельку. Как бы немножечко сужу вот как раз-таки этот размер пико с одной стороны. И точно так же я недовяжу здесь чуть-чуть буквально одну петельку, для того, чтобы с другой стороны оставить точно так же на обвязку пико. И теперь делаю три воздушные петли подъема. И в начале, в самом начале, начиная со следующей петельки, я сразу же сделаю одно убавление. То есть, недовязанный столбик с накидом раз, и в следующую петельку недовязанный столбик с накидом два. Соединяем общей вершиной. Это у нас получилось в начале ряда убавления. И теперь продолжаю вязать столбики с накидом в каждую петельку по одному столбику. Как я вам уже говорила, не довязывая до конца раппорт. И я в конце ряда первого также делаю убавление. Связав после убавления 51 столбик, я снова делаю убавление. То есть, у меня остается вот здесь три петельки до моих сантиметров. И я делаю убавление, недовязанный столбик с накидом раз, недовязанный столбик с накидом два, соединяю общей вершиной два столбика. И в конце довязываю один столбик с накидом. Вот у меня получилось, как раз таки раппорт остался с одной стороны. Вот он, недовязанный. И с другой стороны я оставляла также раппорт. То есть, я связала, получается, средних 10 раппортов из своей, скажем, ширины вязания. И у меня получилось вот как раз таки 19 сантиметров. При том, что я сделала два убавления в начале и в конце убавления. Обратите внимание. И теперь, начиная с каждого ряда, я буду делать, начиная с первого ряда, я буду делать в каждом ряду убавления. То есть, три воздушные петли подъема. Дальше поворачиваем вязание как бы на изнаночную сторону. То есть, мы будем вязать не круговую, а поворотными рядами. И начиная со следующей петельки, я недовязанный столбик раз с накидом. И следующая петелька, недовязанный столбик с накидом два. Соединяю общей вершиной, то есть, сделала убавление после трех воздушных петель подъема. Теперь дальше я делаю столбики с накидом в каждую абсолютно петельку, не довязывая 3 последних петли. Там я точно так же буду делать убавление, а затем просто столбик с накидом в конце. Вот, то есть я как бы буду делать убавление не по краям самым-самым, а буду делать перед последним столбиком. То есть не довязывая 3 петельки в каждом ряду. Я делаю в начале ряда, вот они 3 петельки начальные, столбик, убавление. А в конце я буду делать убавление столбик. Вот, и благодаря этому у нас будет смещаться вот так вот в середину, в центр наша как бы трапеция. При этом у нас это сторона спинки. Обратите внимание, сейчас я как раз держу передней стороной вверх к себе. И вот эта часть спинки, она у нас шире. Связали после убавления 49 столбиков, то есть на 2 столбика меньше, чем в предыдущем ряду. И теперь недовязанных у нас вот они 3 петельки. Делаем убавление. Недовязанный столбик с накидом 1, недовязанный столбик с накидом 2, соединяем общей вершиной. И в конце, в третью воздушную петлю подъема делаем просто столбик с одним накидом. Вот сюда, прямо в уголочек. Его тяжело достать, но попробуйте. Вот, сделали в последнюю петельку столбик. И теперь снова 3 воздушные петли подъема. Поворачиваем на третий ряд. И сейчас точно так же. Сделав 3 воздушные петли подъема, сразу же, начиная со следующей петельки, недовязанный столбик с накидом 1, и в следующую петельку, недовязанный столбик с накидом 2. Соединяем общей вершиной все 3 петельки. И у нас получилось снова столбик в начале ряда, и сразу же идет убавление. Теперь на 2 петельки у нас меньше в ряду, поэтому уже не 49, а 47 столбиков. Вот так и продолжаем вязать 47 столбиков с накидом после первого убавления третьего ряда. И уже если вы провяжете несколько буквально петелек и посмотрите, у вас идет снова сужение, благодаря убавлению. Довязали 47 средних столбиков, теперь делаем убавление. Недовязанный столбик с накидом 1, недовязанный столбик с накидом 2. Соединяем общей вершиной и третью петлю подъема делаем последний столбик с накидом. Теперь 3 воздушных петли подъема поворачиваем на 4 изнаночный ряд. Начиная со следующей петельки, недовязанный столбик с накидом 1, недовязанный столбик с накидом в следующую петлю 2, и соединяем общей вершиной все 3 петельки. Сделали убавление, и теперь 45 столбиков с накидом до конца ряда, не довязывая 3 последние петельки. Благодаря тому, что мы не довяжем, делаем сразу же убавление. И последнюю петельку столбик с накидом в третью воздушную петлю подъема. То есть в каждом ряду делаем убавление в конце и в начале ряда. И посмотрите, у нас идет постепенное сужение к нашей вершинке трапеции. Вот так делаете самостоятельно, просто убавление, и в конце ряда довязываете просто столбик с одним накидом. В начале ряда это 3 воздушные петли подъема, которые заменяют нам первый столбик. После них и перед ними делаем убавление. Все остальное вяжем без изменения. При этом в каждом ряду между убавлениями у вас будет уменьшаться ровно на 2 столбика. То есть изначально у нас был 51 столбик, у вас возможно свое количество. Затем у нас было 51 минус 2, 49. Затем в третьем ряду уже было 47 столбиков между убавлениями. Сейчас у нас 45 столбиков. Затем и так далее. Вот так будет по 2 столбика уменьшаться между убавлениями в каждом ряду, пока вы не сузите до нужного размера верхней стороны кокетки. Я закончила делать уменьшение. И у меня, как и я хотела, предполагала, по эскизу натуральную величину вот такой нашей схемки, я увеличила на 1 см каждую из сторон нашей кокетки трапеции. Смотрите, у меня нижняя сторона была набрана 19 см по самой нижней, самой широкой части. Я уменьшила до 11 см, то есть на 1 см шире, как на переднюю часть снизу на 1 см, так и сверху на 1 см, то есть 11 см. И по высоте у меня 9 см, то есть тоже плюс 1 см. То переднюю сторону мы будем делать точно так же, как я изначально нарисовала. 18 см уменьшать до 10 см, при этом у нас будет на уменьшение всего 8 см. Сделав 2 воздушные петли, хорошо затяните наш краешек. Я закончила вязание с лицевой стороны, посмотрите последний ряд. И все, теперь я перехожу на переднюю сторону. Она у меня будет именно по первоначально рассчитанным сантиметрам. То есть сейчас вот так вот выкладываете в исходное положение. И смотрим, у нас должно быть по центру, то есть вот если вы выровняете ваши 12 передних рапортов, то по центру у вас должно быть 18 см. То есть вот они центральные ваши 18 см. Вот так. Вот на эти 18 см мы точно так же будем набирать сначала воздушные петельки, и затем сразу же в первом ряду сделаем убавление, точно так же провяжем центральные петли по столбику с накидом в каждую петлю, и закончим убавлением и столбиком в конце. То есть все точно так же будем делать, как делали на спинке. При этом у нас точно так же будет здесь меньше петелек между изначальными, скажем, убавлениями. Вот, и точно так же мы будем уменьшать всего 8 см, а не 9 см, как делали это на спинке. То есть у нас будет передняя часть меньше. За счет этого будет как бы такое расширение спинки по соотношению к переду. И когда вы будете завязывать, то у вас будет перед накладываться на спинку, это если не в одетом состоянии топик. Вот, все, начинаем точно так же мы с одной начальной воздушной петельки, которую закрепляем и начинаем вывязывать наши столбики. Я уже показывала, что где-то вот между этими четырьмя столбиками и вот этими у меня это 18 см. Вот я и закрепляюсь изначально здесь вот в первом нашем столбике, то есть между третьим и вторым столбиком, если ориентироваться по вот этим промежуточным нашим. Закрепляюсь одной воздушной петелькой и делаю две воздушные петли подъема. При этом сразу же я вяжу незаконченные два столбика с накидом, делаю убавление, а затем вяжу до, не довязывая до вот этих трех петелек, то есть до центра три петельки, вяжу все абсолютно по столбику с накидом в серединку. Вот я после убавления связала 48 столбиков, то есть меньше на три столбика, чем на спинке, соответственно это и есть наш сантиметр. Теперь я делаю убавление, вот, то есть два недовязанных столбика с общей вершиной и над вторым столбиком я делаю последний столбик с накидом, над вторым вот этим столбиком. Чтобы ориентироваться, здесь у нас был второй, вот он столбик, если с внутренней стороны считать, или третий отсюда. И вот у нас как раз второй столбик. Вот, и все. То есть наши 48 промежуточных столбиков теперь будут уменьшаться в каждом ряду на 2. То есть в следующем ряду сейчас при том, как мы повернем, будет уже 46 промежуточных, затем 44, 42 и так далее. Я буду их уменьшать до тех пор, пока у меня не станет всего 10 сантиметров. Точно так же я буду делать 3 воздушные петли подъема. Сразу же первые 2 столбика я делаю неполные столбики с накидом, то есть убавление с общей вершинкой. Затем промежуточные вяжу уже 46, получается, столбиков с накидом. Затем делаю убавление и в последний столбик вяжу столбик с накидом. То есть в третью петлю подъема столбик с накидом в конце каждого ряда у нас, как всегда. Здесь я думаю, что вы справитесь, так как если вы связали спинку, то перед у вас труда особого не составит. То есть мы набрали всего на 3 столбика внутренних, между убавлениями меньше, благодаря чему уменьшили и размер. То есть у нас уже среднее 18 сантиметров. На передней стороне вот здесь вот, если вы прикладете вот так вот в спинке перед, то у нас тоже вот пошло сужение. Оно, как вы видите, уже чем спинка. Вот как раз таки полсантиметра здесь и полсантиметра здесь. И, соответственно, оно будет короче. Вот. Затем у нас будет обвязочка. Но пока продолжаем вязать переднюю нашу кокетку. Довязали до конца нашу трапецию. И у меня получилось сверху не 10, а 10 где-то целых 0,3 сантиметра. То есть еще где-то 3 миллиметра здесь лишнее. Но я не стала их убирать, так как по всем параметрам, в принципе, у меня уже все, скажем так, максимально точно. То есть я сделала 8 сантиметров в высоту, при этом закончила на изнаночной стороне последний ряд. Абсолютно ничего страшного, так как у нас последует сейчас обвязка такая же, как была вот здесь вот пико наше, то есть узелочками такими. Причем будем делать обвязку через один столбик без накида. То есть на каждом втором столбике будем делать обвязку. Предлагаю вам присоединиться либо под одним рукавчиком, то есть вот здесь вот под ручкой левой, либо под правой. Я уже, чтобы наглядно вы видели, как оно будет выглядеть в итоге, уже обвязала спинку нашу. Но все будет делаться абсолютно одинаково, как на спинке, так и на переде. То есть смотрите, я присоединилась, как всегда, нашей петелькой, сделала столбик без накида и начала обвязывать пико. Я сейчас вам покажу на примере второй стороны, как это нужно будет делать. Смотрите, вот мы присоединились, первая петелька, делаем сразу столбик без накида. То есть сразу с первой петельки делаем столбик. Дальше делаем второй столбик без накида и три воздушные петли. Возвращаемся соединительным столбиком за две петельки и соединяем. Теперь в следующую петельку делаем столбик без накида, как бы закрепили пико. А в следующую петельку делаем снова столбик без накида и начинаем делать пико. Три воздушные петли, соединительный столбик за две петельки. Вот так вот. И в следующую петлю делаем столбик без накида. То есть смотрите, что я делаю. Я делаю пико, соединяю в следующую петлю столбик без накида, а в следующую снова буду делать пико, столбик без накида, 3 воздушные петли и возвращаю, сделаю соединительный столбик сквозь 2 петельки снизу. И снова в следующую петлю делаю столбик без накида, как бы закрепляю пико. В следующую петлю снова столбик без накида, 3 воздушные петли, делаю узелочек, сквозь 2 петли делаю соединительный столбик и в следующую петлю делаю столбик без накида, как бы закрепляю. Так как у меня здесь нет уже следующей петли, а идут 3 воздушные петли и столбики с одним накидом, то под каждый столбик я буду делать 1 пико и 1 столбик без накида. То есть смотрите, фактически сейчас мы должны делать столбик без накида. Значит под столбик с накидом делаем первый столбик без накида. Дальше еще один столбик без накида и делаем 3 воздушные петли, соединительный столбик, делаем пико. И так как здесь мы уже сделали столбик без накида и пико, то значит делаем под следующий столбик, вот он с одним накидом, делаем столбик без накида и сюда же делаем второй столбик без накида с пико. 1 2 3 воздушные петли и соединительный столбик все под этот столбик с накидом и больше ничего не делаем переходим на следующий делаем столбик без накида 1 столбик без накида 2 с пико 1 2 3 и соединительный столбик под этот столбик но больше ничего не делаем переходим к следующему столбик без накида 1, столбик без накида 2 с пико. 1, 2, 3. Сделали 3 воздушные петли, соединительный столбик и переходим к следующему столбику с накидом. Столбик без накида захватили, сделали завершение пико и в следующую. Делаем столбик без накида и 3 воздушные петли завершения пико. Все. Под следующий столбик без накида. Раз. Столбик без накида с пико. Раз, два, три. И соединение делаем. Сделав соединение соединительным столбиком, переходим к следующему столбику с накидом. Сделали столбик без накида под него. И делаем пико. Один, два, три. Соединяем. Под следующий теперь столбик. Столбик без накида. И теперь столбик без накида с пико. Сюда же. Один, два, три. Соединяем. Вот так делаем под каждый столбик с накидом. Делаем столбик без накида и пико. Столбик без накида и пико. В итоге посмотрите, что у нас получается. У нас получаются вот такие узелочки. Делайте их, старайтесь равномерно. Здесь мы просто точно так же продолжим чередование. В один столбик без накида, столбик предыдущего ряда. Во второй столбик с пико. Столбик без накида, столбик с пико. Дойдя сюда, я вам сейчас покажу, что мы будем делать. Под крайний столбик с накидом последнего ряда мы точно так же делаем столбик без накида раз. И столбик без накида с пико. Второй раз. Один, два, три воздушные петли и соединительный столбик. Как бы на уголочек получается. Следующую петельку, вот сюда, в первую петельку угловую, мы ничего не делаем, так как это третья воздушная петля подъема. А в следующий делаем столбик без накида. Как бы соединяем до конца пико. Вот так, сюда. Как бы пропустили уголочек вообще. У нас в пико переместится вот этот узелочек на угол. Теперь дальше. Следующую петельку мы уже делаем столбик без накида с пико. Один, два, три и соединительный столбик сквозь две петельки. Следующую петлю делаем просто столбик без накида, а в следующую петлю делаем уже столбик без накида с пико. То есть чередуем. Все по очереди. Сделали сюда узелочек над этим столбиком. Над следующим столбиком ничего не делаем. Снова столбик без накида с узелочком сверху. Три воздушные петли соединяем соединительным столбиком сквозь две петельки. В следующую петлю просто столбик. Дальше снова столбик с пико, столбик. И вот так вот абсолютно обвязываем полностью по всему-всему периметру, скажем так, передней стороны и спинке. Здесь параллельно можете ввязывать различные ниточки, которые у вас остались незаправленные. То есть вот, допустим, у вас на уголке с одной стороны, на уголке с другой стороны их можете прятать по ходу обвязывания столбиков без накида с пико. И вот такие у нас получаются зубчики красивые, обработанные краешки. Как на мой взгляд, это очень аккуратно смотрится, красиво и завершенно. Вот я дообвязывалась до того момента, где начала и сделала последний вот здесь вот узелочек. Теперь привытягиваем ниточку после соединения и все, можем отрезать. Теперь останется лишь только нам закрепить эту ниточку и спрятать где-нибудь между рядом столбиков вот здесь вот без накида с пико. То есть обязательно вытягиваем на изнаночную сторону вот этот хвостик. Желательно его хорошо закрепить для того, чтобы он потом в дальнейшем при носке не вытянулся. Вот этот хвостик такой. И все. Посмотрите, все получается достаточно аккуратно, красиво. Вот просто было делать, но в итоге получилось очень красиво. Те хвостики, которые вы вязали, точно так же можете уже отрезать, они вам не нужны. Если же не ввязывали, то, соответственно, вденьте в иголочку и обязательно спрячьте их с внутренней стороны. Вот так у меня выглядит спинка, вот так у меня выглядит немножечко меньше, заметьте перед. И нам осталось лишь только из, скажем так, сложного это сделать шнурочки. Как сделать вот такие шнурочки есть в предыдущих моих видео. Вот главное делайте их с петелечками. То есть, чтобы с одной стороны у вас была кисточка, а с другой стороны вот такая петелечка. И лишь останется только по уголкам, рассоединив вот так петелечку немножечко. Продеть кисточку в эту петелечку. И все. Вот таким образом я закреплю без всяких пришиваний, без ничего шнурочки. С одной стороны два шнурочка и с другой стороны. И все. Нам останется лишь только украсить наш топик. Здесь уже дайте волю своим фантазиям. Может быть это какая-то просто брошечка быть. Может это какой-то вязаный цветочек красивый. У меня на канале есть различные цветочки из атласных ленточек. Есть разные вязаные цветочки. Поэтому посмотрите, что вам понравится. Можете прикрепить сюда. Также подойдет отлично, если вы вденете атласную ленточку сквозь вот эти вот дырочки наши. Но это уже вы смотрите на свое усмотрение. Я надеюсь, что вам все осталось понятно, понравилось. Не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения. Ровных петелек. Пока-пока.